А вот теперь давайте подумайте, сколько человек переходит в день на газ? Если вы каждый божий день приезжаете в центр регионального обслуживания автомобиля, там где машину ставят на учет, ну там и снимают, и ставят на учет примерно, ну, под 150, может быть, под 300 автомобилей. Но каждый день сегодня и сюда приезжают по одному человеку. Они ставят свою машину на газ, потому что это люди, которые понимают, что когда вы ездите на газу, вы в действительности очень сильно экономите. Советская семья, вот сюда приезжают и ставят. А теперь немножко для тех, кто считает меня глупцом. Ну, есть такие товарищи, которые тупо считают, что вот человек, работающий на телевидении, это тупой и не самый умный человек. Я вам скажу, все свои автомобили я поставил на газ, так же, как и автомобили друзей. А теперь, почему? На газ. Температура сгорания газа на 100 градусов меньше, чем температура сгорания бензина. То есть мои машины будут ездить очень-очень долго. А долго машины не ездят, вот, к примеру, вот машинки-газельки, которые раскручивают их до 5-7 тысяч. Вот те машины не ездят долго. А наши машинки будут ездить долго и приносить нам замечательную прибыль. И вот теперь для тех, кто заставляет меня морщиться. Просто не каждому дано было пройти курс циклического обучения на кафедре ТИМП. С усилением на каждом предмете. Просто не каждый получил пятерку на ГОСах и в защите диплома. Просто не каждый стал практически кандидатом технических наук. И в связи с этим говорю я для тех, кто не был в ряду 50 человек. Ну не стройте из меня лоха. Таких, как мы, 75% из проживающих в Азии, если что. А ваши миллионы – это маленькая часть от наших миллиардов. И не стоит в своих мыслях о чем-то в тысячной части обучать нормальных людей. Кстати, вот вам нормальные люди. Российские. Вы установили себе газовое оборудование здесь, на Советской 70. Как вы? Довольны? Очень доволен. Проехал 2000 километров. На каждой заправке экономлю как минимум 500 рублей. Просто 500 рублей на каждой заправке? На каждой заправке. Машина на газу, сколько она вам приносит удовольствия? Да удовольствия приносит. В цене удовольствия приносит по расходу практически так же. Мощность не поменялась, это точно. А вот вы заправляетесь на газу. И сколько в денежном эквиваленте у вас в рублях-то остается? Ну, половина. Да это правильно. И да, это надо делать. Правильнее использовать газ вместо нашего дерьмовца из середины 60-х годов прошлого века. Кстати, понты понтами, а предприятия как были таковыми, так и остались. Им 50 лет, если что. Да и газ, конечно, у нас тоже не очень. Да и добываем мы его в масштабе 3% к мировым запасам. Ну, хоть это что-то. Поэтому на газу, как велит нам наше правительство. Дорогая, классная машина, да? Тут много чего устроено. Вот, и сабвуфер. И все равно переводится на газ. Почему такое происходит? Самое прикольное, что эта машина уже раньше была на газу. Человек поменял просто мотор. Восьми клапан на шестнадцатиклапанный. Но все равно решил поставить газобаллонное оборудование. То есть, я думаю, что ту выгоду, ту экономию, тот эффект, который он получал еще на старом двигателе, он решил перенести на новый двигатель. То есть, человек, он, ну, скажем так, понял. То есть, мы говорим о том, что вот у меня, допустим, экономия на газу получается в три раза. И такая же экономия и на этом двигателе получается? Ну, сто процентов гарантии дать не могу, что именно в три раза. Ну, я думаю, раза в два это точно. А так вообще, сколько автомобилей каждый божий день приходит к вам переоборудоваться на газу? Ну, в принципе, один автомобиль в день приходит переоборудоваться. А вот такие процедуры меня просто радуют. И все. Просто я вижу, как руками Вадима Мурина люди экономят. Я даже понимаю, что кто-то, может быть, и расслышав о Челябинске, там-то и делает. Но газ-то газ. Газу нужен правильный советчик. Но правильных советчиков-то немного. А Вадим вам поможет. Советская 70. Место, где переводят автомобиль на газ. Таких мест в городе достаточно много. Потому что, ну, вы понимаете, да? Насколько это хорошо, когда мы въезжаем на то, что не стоит тратить бензин. Потому что газ это проще. Конечно, еще лучше будет, когда у нас будут электромобили. Вот тогда-то я не буду говорить про эту часть. Ну, а сегодня и сейчас, пока электромобили нет. Все-таки газ. Все-таки газ. И где его делать? Вот, по-моему, здесь лучше всего.